Семерка против восьмерки, или 2 плюс 2 равно 3. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для Альтернативы. 9-10 июня одновременно в Квебеке проходит саммит группы 7, G7, а в Циндао – саммит Шанхайской организации сотрудничества, ШОС. Впервые в Циндао ШОС была представлена 8 участниками. Добавились принятые на прошлом саммите Индия и Пакистан. В очереди в статусе стран-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу стоят еще десяток государств. И еще 10, включая, кстати, Украину, подали заявку на наблюдателя, но пока никакого официального статуса не получили. Для нас два десятка кандидатов в члены и кандидатов в кандидаты важно лишь с той точки зрения, что демонстрирует значительный потенциал организации. Как говорили наши партнеры из ЕС и НАТО, объясняя включение в свои структуры бывших членов СЭФ и ОВД, страны бегут из бесперспективных организаций в перспективные. Судя по очереди на вход, ШОС – весьма перспективная организация. Это не мудрено. Как было заявлено, на последнем саммите по совокупному объему ВВП она уже обогнала страны G7. А отставание по объему ВВП на душу населения быстро сокращается. С учетом того, что в странах ШОС на 60% земной суши проживает половина населения планеты, потенциал дальнейшего роста их экономик сомнений не вызывает. Более емкого и перспективного рынка на планете нет и не будет. Однако, прошедший саммит характерен еще и тем, что если раньше страны ШОС ограничивались обсуждением финансово-экономических проблем, изредка касаясь региональных политических вопросов, то в этот раз они выступили с программными политическими заявлениями по вопросам формально к сфере интересов ШОС, не относящимся. Страны ШОС призвали к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по иранской ядерной сделке, позитивно оценили контакты между КНДР и Китаем, подтвердили безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса на основе астанинских договоренностей, призвали соблюдать соглашение о зонах деэскалации, а также политического урегулирования украинского кризиса на основе минских договоренностей. Напомню, ШОС на сегодня первая экономика мира, и первая экономика мира единодушно определила свои глобальные политические приоритеты. Теперь с этим придется считаться всем. Дело в том, что каждый, кто следил в последние десятилетия за подъемом России и Китая, за постепенным переформатированием глобального политического пространства, мог заметить, что Евро-Азиатское объединение никогда не спешило что-то заявлять или кому-то угрожать. В отличие от бевшегося в перманентной истерике объединения Евро-Атлантического, прежде чем сделать конкретные политические заявления или предпринять конкретные шаги на международной арене, и Москва, и Пекин накапливали силы, привлекали союзников или хотя бы переводили потенциальных противников в статус нейтралов и только потом действовали. Именно это позволяло им переигрывать гораздо более сильный в военном и экономическом смысле коллективный Запад. Военное преимущество Запада было похоронено в ходе демонстрации Путиным новейших российских вооружений во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Экономическое его превосходство тоже долгое время находилось под вопросом. И вот 9-10 июня на саммите ШОС его также похоронили окончательно. Теперь не просто США уступают место первой экономике мира Китаю. Совокупный Запад потерял экономическое превосходство, будучи вытесненным с первой позиции ШОС. Напомню, что ШОС состоит из 8 членов, то есть объем экономики 8 стран-членов ШОС превысил объем экономики 7 наиболее развитых стран Запада. Думаю, именно поэтому только теперь, ликвидировав превосходство Запада в военно-политической и экономической сфере, ШОС начала делать политические заявления. Теперь страны ШОС могут подкрепить свои пожелания реальными действиями. Запад сам разрушил правила мировой торговли, начав, вопреки правилам ВТО, по политическим мотивам вводить санкции против кого захочется. Евразийское объединение не так падка на санкции, как евроатлантическое, и не так быстро их вводит. Но уж если вводит, то это действительно больно. 10 июня в совместной декларации ШОС высказала свою волю, свое видение перспектив урегулирования текущих кризисов и правил построения будущего мира. Чем смог ответить коллективный Запад? А ничем. Луч бы они на свою же СИМ не собирались. Не было бы такого контраста. Собственно, у стран Запада было два основных пункта. Как избежать торговой войны, вызванной американскими запретительными пушлинами на основные товары европейского, канадского и японского экспорта, а также что делать с Россией, без которой Запад оказался не способен решить ни одну текущую проблему международных отношений. По первому вопросу, шестерка попыталась организовать коллективную атаку на Трампа, на что американский президент в присущей ему свободной манере без икивоков заявил, что шестерка привыкла наживаться на США, но больше у нее это не получится. На этом вопрос экономического единства Запада был закрыт. Теперь дорогим европейцам надо думать, принимать ли вызов США и начинать экономическую войну, или позорно капитулировать, даже не попытавшись сопротивляться. С учетом того, что Трамп еще и лично успел оскорбить почти каждого из участников встречи, шанс на выбор в пользу войны резко возрос. В связи с этим интересен ход обсуждения второго российского вопроса. Первым взял БК за рога Трамп и предложил вернуть Россию в восьмерку, то есть расширить формат группы 7 до группы 8. Его с энтузиазмом поддержал итальянский премьер, но все остальные отвергли столь радикальную перемену политики. Затем было подписано абсолютно пустое заявление, в очередной раз призывавшее Россию проявить добрую волю и сделать Западу приятно, отказавшись от собственной позиции по всем актуальным вопросам глобальной повестки. Но из-под него подпись США Трамп умудрился отозвать, уже находясь по пути в Сингапур. Кстати, тот факт, что график президента США был составлен таким образом, что ему пришлось бросить заключительный этап встречи G7 ради свидания с Ким Чен Ином, состоявшимся при китайском посредничестве, тоже весьма знаменателен. Лидер Запада бросил своих главных союзников, чтобы не опоздать на встречи с руководителем КНДР, которого Запад еще пару лет назад вообще не замечал. При этом надо иметь в виду, что встреча с Ким Чен Ином планировалась тогда, когда дата и протокол встречи G7 были известны как минимум несколько месяцев. Если бы американская сторона настаивала на том, что встреча в Сингапуре должна произойти на день или даже два позже, ни КНР, ни КНДР не полезли бы в бутылку. Но американцы не настаивали. Трамп, судя по всему, и сам был не прочь под благовидным предлогом пораньше удрать от бунтующих союзников. Надо понимать, что Дональд Трамп не городской сумасшедший, а президент США, опирающийся на поддержку значительной части политической элиты и имеющий неплохие шансы на переизбрание. Иначе его бы давно отправили на свалку историй в порядке импичмента. То есть, его эпатажное, пренебрежительное в отношении европейских союзников поведение, не личная позиция выжившего из ума бизнесмена, как это иногда пытаются преподнести, это позиция людей, контролирующих власть в США сегодня и планирующих контролировать ее еще минимум 6 лет, причем позиция, поддержанная большей частью избирателей. Я давно писал, что в последнее десятилетие мы наблюдаем судорожные попытки американских элит найти недостающие для проведения гегемонистской политики ресурсы. После провала попытки быстрого ограбления России и Китая за счет их превращения во второстепенные политические образования, проводящие выгодную Вашингтону внешнюю и экономическую политику, донором необходимых ресурсов должны были стать евроатлантические и тихоокеанские союзники США, которым предложили быстро и без лишних вопросов подписать ТТИП и ТТП. Но союзники уперлись, и администрация Обамы так и не смогла продавить эти два партнерства в нужном виде. Трамп сразу же отказался от предложения переговоров по ТТИП и вышел из уже подписанного ТТП. Это знаменовало новую политику США в отношении союзников. Если с их помощью не удалось подавить Россию и из них не удалось выдавить необходимые для продолжения американской борьбы ресурсы, то их необходимо сбросить с корабля как лишний балласт. Конечно, все это происходит не за один день, но США совершенно отчетливо пытаются отказаться от любой поддержки союзников, от любых выгодных им торговых связей, сохраняя при этом свои торговые и экономические интересы в Европе. Фактически, если до этого ЕС предлагали расслабиться и получить удовольствие по-хорошему, то сейчас США переходит к прямому насилию. При этом в словах и действиях Трампа присутствует железная западная логика. Запад выступал против России и Китая единым фронтом, но США были его главной силой и несли издержки, в то время как все остальные в основном только считали прибыли. США слишком сильно издержались и больше не могут ресурсно обеспечивать коллективную политику Запада. Будет честно, если ЕС, Япония, Канада и другие союзники затянут пояса и помогут гегемону материально. Но, а если они не хотят, то у США есть великое право гегемона забирать у вассала все, что ему нужно, не спрашивая мнения самих вассалов. Понятно, что Вашингтон не может более осуществлять свою гегемонию вообще без союзников, но он не готов к равноправному партнерству и пытается изыскать для себя нового младшего партнера вместо слишком дорого стоящего, слишком неповоротливого и неэффективного ЕС. Таким партнером для Вашингтона может быть либо Россия, либо Китай. Отсюда и политика Трампа по отношению к Москве и Пекину. Санкции не снимаются, даже водятся новые, но демонстрируется воля к оперативному решению сложных и раздражающих политических вопросов. Особенно если компромисс можно найти за счет интересов ненужных уже союзников. Неважно, это ЕС или Южная Корея с Японией. США хотели бы сыграть в паре, но пока не знают с кем, поэтому они тянут Россию в группу 8. Расчет прост. Если удастся сыграть на медлительности европейских политиков и институтов, не способных к быстрой перестройке, то можно попробовать в рамках группы 8 выступить против шестерки вместе с Путиным. Тогда будет наказана и наглая Европа, но и российско-европейское сближение окажется под ударом. В то же время, поскольку Единая Евразия, главный проект сближающей Москвы и Пекин, игра России на стороне США против ЕС, пусть даже в рамках группы 8, может вызвать раздражение у Китая. А на китайском направлении Трамп также создает площадки общих интересов. Например, запускает длительный переговорный процесс с Ким Чен Ином, в котором США однозначно получают выигрыш, если им удастся убедить КНДР отказаться от ядерного оружия, а заплатят они за это интересами Японии, Южной Кореи и даже Китая. Ядерное разоружение Севера в обмен на прекращение состояния войны и уход американских войск из Южной Кореи резко снижает защищенность Сеула и Токио, а поставленное в повестку Дня объединения Кореи не отвечает интересам Китая и Японии. Таким образом, Трамп пытается создать для США новые площадки для торговли, закрыть политические форматы, не оставляющие Вашингтону пространство для маневра, и открыть новые, позволяющие активно маневрировать перспективными союзами. Проигранный формат 8 ШОС против 7 G7 Вашингтон пытается заменить форматом 2 Россия и США против 2 США и Китай, в котором в сумме участвуют всего 3 страны. Безусловно, маневрирование Трампа крайне рискованное, но в его основе лежит расчет на медлительность и неповоротливость Европейского Союза, который просто не успеет в силу длительности своих процедур и сложностей согласований сменить проамериканскую политику на антиамериканскую. Он также надеется на то, что Японии и Южной Кореи некуда деваться из-под американского зонтика, и они будут до последнего надеяться на лучшее, а их возможные интриги против США возможны только с Россией, что также должно вызвать подозрения у Китая и закрыть в Москве пекинское направление. В конце концов, у него все равно нет вариантов. Ему приходится жертвовать фигуру за фигурой, чтобы выиграть темп, и в результате попытаться на выдохе в последний момент обойти соперника, спасти проигранную партию. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Лозунг чистого, незамутненного бизнеса. Но Трамп и есть бизнесмен, а вся американская политика в эпоху своей успешности была чистым и незамутненным бизнесом. А потом пришли идеологизированные неаконы и все испортили. Трампа для того и продвинули в президенты, чтобы попытаться вернуться к старым добрым схемам в условиях геополитического цунгсванга, когда каждый новый ход ухудшает положение. И надо сказать, что он нашел хоть и не выигрышное, но интересное продолжение. Правда, шансы у него появляются только в случае грубых ошибок противника, но иначе шансов нет вообще. А противников много, а вы с кто-нибудь и ошибется. В целом же, на состоявшемся саммите пожертвовали группой семьи и показали, что готовы пожертвовать ЕС особыми отношениями с Канадой, доверительным партнерством с Великобританией и много чем еще ради сохранения свободы рук в глобальной игре. Пока что они не готовы пожертвовать только своим военным присутствием на территориях союзников, и то лишь потому, что хотят сохранить этот козырь для дальнейшего геополитического размена. Сейчас мяч на половине поля ЕС. Германия давно пыталась переориентировать критически важные экономические связи со США на других партнеров, включая Россию, но процесс далеко не закончен. Точно так же не закончен, только начат. Процесс создания единой европейской армии, которая должна заменить НАТО. Трамп оставил своих европейских друзей в очень сложную ситуацию, когда и не ответить на его хамство нельзя, и ответить пока особенно нечем. Посмотрим, найдут ли ушлые европейцы эффективный ход, способный побить даннойские жертвы Трампа. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Альтернатива.орг Семерка против восьмерки, или 2 плюс 2 равно 3.